Иезекиль, 18-4? Исайя 64, 6-7. Кто читает? Читайте. Все мы сделались, как нечистые, И вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, И беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, Который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое И оставил нас погибать от беззаконий наших. Итак, здесь снова мы видим, что говорится о том, что почему Бог закрыл лицо Свое от нас. И написано, почему Он оставил нас. Это уже не нас. О тех, кто находится во грехе, да? Погибать в этом. По той причине, что многие надеются на что сегодня? На свою праведность. На свою праведность. И это, знаете, один такой важный очень момент, потому что в действительности сегодня много таких различных движений, вер, которые утверждают на то, что в действительности для того, чтобы спастись, нужно совершать добрые дела. Не надо покаяния, не надо еще что-то, нужно делать добрые дела. Так же и наши братья, которые находятся в иудаизме сегодня, основу своей веры на спасение полагают на то, что они делают добрые дела. Помните, да? Да. Молитва, добрые дела, да? И приношение. Вот. Поэтому добрые дела, они в итоге заканчиваются тем, что наша праведность, как здесь написано, она просто похожа на запачканную одежду. Для того, чтобы освободиться от пятен, да, как кто-то сказал, нужен хороший отбеливатель, да, или хороший этот, какой-нибудь там этот, который, да, выводит пятна. И вот в действительности от пятен греха есть один только способ. Это кровь Мессии Иешуа, которая очищает нашу одежду от всяких загрязнений, от всякого греха. И только кровью Мессии Иешуа мы можем быть очищены и носить в действительности белые одежды. У нас был такой трактат, знаете, да, мы раздаем трактаты. У нас был такой трактат, он так назывался «Средство от пятен». И я помню, я стоял возле входа в привоз и раздавал этот трактат. И женщина такая проходит, берет, значит, трактат, и в сторону уже отошла, такая читает. Возвращается ко мне и говорит, скажите, а что это за такое средство? Говорит, потому что я так запачкал дубленку, ничем не могу ее очистить, говорит. А что это за средство, с помощью которого можно вот так хорошо очиститься? Я говорю, это хороший вопрос. Но очистить на самом деле можно не вашу дубленку, а вашу душу и вашу жизнь от греха и от рабства греха, с помощью той крови, которая была пролита на Голговском кресте. Через веру в Мессию Иешуа вы можете получить спасение и очищение от греха и от всякого пятна, которое сегодня пачкает вашу одежду. Вот такое было, да, свидетельство, связанное с пятнами. Она не покаялась на месте, она ставила свой адрес. Да, ну, не знаю, мы выслали литературу. Не знаю, чем закончилась ее история. Итак, просто это именно такой момент, средство от пятен, который был хорош для того, чтобы свидетельствовать. Левитам, 17 глава, 11 стих. Потому что душа, тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенников, чтобы очищать души ваши, ибо кровь вся душу очищает. Мы сегодня уже неоднократно, да, говорили о том, что в действительности для того, чтобы получить спасение, да, чтобы было освобождение от греха, покрытие греха, да, то нужно пролитие крови. И без пролития крови не может быть прощения. Пожалуйста. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. И это заключительная фаза этого действия. Для того, чтобы быть спасенным, нужно сердцем веровать и устами исповедовать. Знаете, можете себе взять на заметку вот эти вот отрывки из Писания, и когда вы будете говорить с людьми, это очень, я скажу, удобно. Вы можете, конечно, взять совершенно другие отрывки из Писания, их достаточно много в Писании. Поэтому используйте просто. Используйте места из Писания для того, чтобы говорить с людьми на тему Евангелия и доносить им самые важные вещи — грех, спасение и спаситель. И сейчас я хочу вернуться и поговорить снова еще о грехе. Итак, Ишуа умер за грехи наши. Ишуа умер за грехи наши. Исайя, 53 глава, 4-й, 6-й стих, 8-й, 12-й стих. Исайя, 53 глава, 4-й, 6-й стих, 8-й, 12-й стих. Знаете, вообще, книга Исаия, это 53-я глава, это очень такой всегда, ну как взрыв-пакет, я скажу так. По той причине, что еврейское общество вообще избегает чтения даже этой главы. Для многих из вас, может быть, это уже знакомо, да? Да. И даже когда эта глава все-таки читается, да, то объяснение происходящему и написанному в этой главе дает такое, что сам Израиль выступает именно в этой роли, кто понесет наказание и так далее, и так далее. А вот. Мы не будем сейчас углубляться в обсуждение 53-й главы, я просто даю как бы комментарий к тому, что это, о чем это говорится. Но здесь говорится о страдающем Мессии. И очень конкретно в этой главе действительности говорится о страдающем Мессии, умершем и воскресшем. Определение греха. Давайте поговорим о определении греха. Определение греха. Как мы можем определить вообще грех? Ну, ваше предложение. Делами. Так, можно определять, да, грех? Делами. Так. Значит, то есть действие, да, какое-то? Это то же самое, да, действие. Отношение. Может быть, да? А как определение греха. Итак, действие. Отношение. Отношение. Наша природа. Там, где говорится, что мы свернули, мы лишены славы Божьей. Помните, да, что все отвернулись, да? Все лишены славы Божьей. Нарушение закона. Третье. Это наша природа. Четвертое. Нарушение закона. Таким образом, мы можем сделать вывод, что степень греха мы грешим в мыслях, словах, делах. Не делая того, что мы должны делать, как умышленно, так и нет. Я повторю. Мы грешим в мыслях, словах, делах, не делая того, что мы должны делать, как умышленно, так и нет. Ну, это подчеркивает сразу тот момент, когда люди говорят, ну, я не знал, что так нельзя делать, да? Но незнание не освобождает от наказания. Правильно. Степень греха мы грешим в мыслях, словах и делах, не делая того, что мы должны делать, как умышленно, так и нет. Снова задам вопрос. Кто грешит? Правильно. Все согрешили. Так говорит Писание. Все согрешили. Успех греха. В чем заключен успех греха? В чем заключен успех греха? Мы не можем компенсировать грех, стараясь быть правильным. Часто, знаете, приводимый пример, что если поставить на чашу весов, да? Ну, все для вас это знакомы, да, пример. Наши добрые дела и наши грехи, то всегда чаша весов с нашими грехами, она что? Перевесит. Потому что мы успех греха, потому что мы успех греха, да, в мыслях, в отношениях, в действиях и так далее. И мы не успехах греха, да, в этом успех греха, что в действительности мы не можем оправдаться сами. Успех греха. Мы не можем компенсировать грех, стараясь быть праведными. Успех греха. Мы не можем компенсировать грех, стараясь быть праведными. Результат греха Результат греха Отделение от Господа Результат греха В результате того, что мы грешим Мы уже сегодня говорили Мы читали, да? Исайя 59 главу В результате того, что мы грешим Происходит то, что между нами и Богом Вырастает стена Либо пропасть Как хотите назовите Но происходит разделение Между нами и Богом нашим И последствия греха Это наказание за него Смерть Последствия греха Это наказание За него Смерть И вот В Еремии в 7 главе 23-24 стих Я бы сказал Очень хорошее Действительность Определение вообще Сути и понятия греха 7 глава Иеремия 7 глава 23-24 стих Здесь написано Но такую заповедь Дал им Слушайтесь Глаза моего И я буду вашим Богом А вы будете Моим народом И ходите по всякому пути Который я заповедую вам Чтобы вам Было хорошо Мы видим Здесь обращение Бога По отношению К народу Израильскому И я скажу Что По обращению Сегодня К каждому человеку Он говорит о том Что во первых Мы должны Что делать Слушать Слушать Знаете Это очень интересно Что Писание Неоднократно Нам повторяет Одну и ту же мысль Что первое Что у нас должно быть В порядке Это наш слух Когда мы имеем Отношение с Богом Понимаете Да Что В первую очередь Мы должны Быть готовы К тому Чтобы слышать То что говорит Бог И Следующее Как результат Того что мы слышим Это так же Утверждение Писания Неоднократное Мы должны Исполнять То что говорит Бог И если мы Поступаем Таким образом Что мы слышим И исполняем Он говорит То я буду Вашим Богом А вы будете Моим народом Есть условия Условия При котором Мы остаемся Его народом Он остается Нашим Богом Когда мы Его слышим И исполняем То что он говорит А теперь 24 стих Он говорит О том Действительности Что является На самом деле Грехом То что мы Перечислили Да Действия Отношения Там Какие-то поступки Слова Мысли И все остальное На самом деле Знаете Это не грех Это всего лишь Результат Или последствия Или последствия Греха Или можно Сказать По-другому Знаете Как врач Когда задает Вам вопрос И спрашивает О ваших симптомах Да И вы что-то Перечисляете Когда мы говорим Ну человек Там Говорит Плохие слова Человек Плохо думает Человек Делает То-то И это В результате Этого Что происходит Мы говорим Это симптомы Того Что человек Что Имеет заболевание Которое Называется Грехом Вот и все Да То есть Все Что наши Какие-то Выражения Греха Это всего лишь На самом деле Симптомы Той инфекции Которая Находится Где Внутри Нас И причем Самое интересное Что болезнь Эта Она Является Наследственной Не заразился Первый человек Адам И в результате Заражения Которое он Получил Он по наследству Передает Это всем поколениям Все в курсе Да Что такое Наследственная Болезнь Которая Передается Из поколения В поколение Из рода В род И многие Болезни По сегодняшний День Не могут Излечить Да Которые Наследственные Но Мы знаем Что Этой Наследственной Болезни Сегодня Уже Есть Лекарство Что Касается Греха Итак 24 стих Говорит Более Конкретно По поводу Того Что же Все Таки Такой Грех Но Они Не послушали И не преклонили Ухо Своего И жили По внушению И упорству Злого Сердца Своего И стали Ко мне Спиною А не Лицом Я бы Сказал Что Определение Греха Можно выразить Всего лишь Такими простыми Словами Они Не послушались И стали К Богу Спиною А не Лицом Человек Человек Который Не Слышит Бога Не Исполняет Его Волю Не Следует За Ним Он Находится В положении Человека Который Стоит По отношению К другому Спиной У вас Есть Близкие Люди Друзья С которыми Вы имеете Какие-то Хорошие Отношения У каждого Наверное Есть Да Ну я Скажу Вот Мои Дети Допустим Я имею Допустим Отношения Своими Детьми Ежедневно И Когда я Говорю С ними Если Кто-то Из них Набирается Такой Наглости Повернуться Ко мне Спиной В тот Момент Когда я Говорю Я Испытываю Очень И Очень Тяжелые Переживания И Для Меня Это Очень И Очень Своего Рода И Оскорбительно Что Мой Ребенок В тот Момент Когда я Ему Говорю Он Поворачивается Ко мне Спиной И И И Гонорирует Меня Таким Образом Я могу Понять Что Что На самом Деле Переносит Бог Когда Мы Его Творения Мы Его Дети В ответ На то Что Он Говорит Делаем Вид Что Мы Его Не Слышим И Поворачиваемся К Нему Спиной Вот Это Есть На самом Деле Грех В результате Того Что Мы Поворачиваемся К Богу Спиной Мы Совершаем Разные Дела В действиях Мы Совершаем Грехи В отношениях В поступках Мыслях И во всем Остальном Только Тогда Когда Мы Стоим Извините Задом По отношению к Богу Аминь Спасение Римлянам 1 глава 18 стих Говорит О том Что Мы Находимся Под Гневом Божьим Римлянам 18 1 глава 18 стих Ибо Открывается Гнев Божий С неба На всякое Нечестие И неправду Человеков Подавляющих Истину Неправду Ибо Открывается Гнев Божий С неба На всякое Нечестие И неправду Человеков Подавляющих Истину неправды мы уже уделили много внимания вопросу спасения и я только напомню некоторые вещи итак, таким образом мы должны быть спасены и избавлены во-первых, от наказания за грех это важный момент, отметьте и от власти греха мы должны быть избавлены от наказания за грех и от власти греха мы сейчас находимся в своего рода в уникальном отрезке времени это время, когда весь еврейский народ вспоминает о Песахе празднует Песах и вспоминает о том выходе из рабства мы говорим они были спасены мышцей крепкой, рукою Божией когда они были выведены из рабства египетского и стали свободными и сегодня мы сравниваем это и говорим, что в действительности что Бог сегодня через жертву Мессии и Иешуа дает нам возможность привилегию привилегию, честь, силы для того, чтобы выйти из рабства греха и стать свободными это чудесно поэтому на самом деле мы должны быть спасены и избавлены от наказания за грех и власти греха отметьте себе римлянам 6 глава просто ознакомьтесь с ней дома да 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 Иисус наш Спаситель и в чем это проявляется первое Он умер и заплатил за наши грехи если вы не успеваете вы говорите я буду повторять Он умер и заплатил за наши грехи давайте прочитаем римлянам 5 главу 6 по 11 стих кто еще не читал римлянам 5 глава 6 по 11 стих ибо Христос когда еще мы были немощны в определенное время умер за нечестивых ибо едва ли кто умрет за праведника разве за благодетеля может быть кто и решится умереть но Бог свою любовь к нам доказывает тем что Христос умер за нас когда мы были еще грешниками посему тем более ныне будучи оправданы кровью Его спасемся им от гнева ибо если будучи врагами мы примирились с Богом смертью Сына Его то тем более примирившись спасемся с жизнью Его и недовольно сего но и хвалимся Богом через Господа нашего Мессии посредством которого мы получили ныне примирение очень важно да что Мессия Иешуа Он умер за наши грехи когда мы были с вами грешниками вы слышите да это очень важный вопрос важный ответ на вопрос и важное утверждение что Он умер тогда когда мы были с вами грешниками если мы с вами праведниками за нас не надо умирать если мы можем получить прощение каким-то другим образом то Его смерть тогда она была просто бесполезна Он умер когда мы были с вами грешниками и в результате того что Он умер мы сегодня можем иметь праведность через Его жертву но никак не от наших дел или еще от чего либо Он умер и заплатил за наши грехи и этого было достаточно Он воскрес Он воскрес Он воскрес то что Мессия Иешуа воскрес говорит нам о том что Он заплатил достаточную цену за наши грехи то что Мессия Иешуа воскрес говорит о том что Он заплатил достаточную цену за наши грехи если от наказания от наказания от наказания за грех имея покров Божий над собой если бы этой цены было бы недостаточно как было недостаточно приношений жертв разных козлов овец и так далее то Писание говорит что ему бы приходилось бы входить снова и снова и снова на Голговский крест но той жертвы которую принес Мессия Иисус что нам нужно нам нужно только принять эту жертву согласиться с ней верить в то действие которое Он сделал то что Он воскрес говорит нам о том что сила греха сломлена грех он продолжает оставаться сегодня реальностью для каждого человека даже для того который спасен наша природа в себе содержит грех и пока мы находимся в этом теле мы будем продолжать грешить когда знаете плоть написано да берет верх над нашим духом когда это происходит то мы с вами что делаем мы просто согрешаем мы просто согрешаем но то что Мессия Иешуа воскрес из мертвых говорит о том что сила греха сломлена и это является знаете для нас большим большим воодушевлением в том смысле что сегодня мы можем стоять над грехом а не находиться под ним мы можем сегодня противостоять дьяволу мы можем сегодня противостоять греху мы можем противостоять сегодня всякому искушению благодаря тому что грех был сломлен сила его была сломлена Мессия Иешуа воскрес из мертвых и это дало нам сегодня силы возможность Больше не оставаться рабами греха, но быть над грехом и иметь эту силу для того, чтобы стоять над ним, чтобы наш Дух мог брать вверх над плотью. Давайте прочитаем 2 Коринфянам 5 глава 19 стих. 5 глава 19 стих. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. В нем, в Мессии Иешуа, Бог примирил мир с Собой. В нем мы имеем в действительности только хорошее отношение с Богом. Только в нем мы можем сказать, что я дитё на самом деле Божье. Мы имеем большую привилегию. Нам оказана большая честь. Мы не просто Его творение. С момента примирения мы Его дети. Аминь. Сейчас сила даётся тем, кто верует. Тот же Дух, который воскресил Мессию Иешуа из мёртвых, ныне живёт в тех, кто верит в Него. Повторю ещё раз. Сейчас сила даётся тем, кто верует, благодаря Его воскресению. Тот же Дух, который воскресил Мессию Иешуа из мёртвых, ныне живёт в тех, кто верит в Него. Это большая радость. Тот же Дух, который воскресил Мессию Иешуа из мёртвых, живёт в Тебе. Живёт в Тебе. Живёт во Мне. Вы записали? Сейчас сила даётся тем, кто верует. Тот же Дух, который воскресил Мессию Иешуа из мёртвых, ныне живёт в тех, кто верит в Него. Это было... Это было в тот день, когда мы празднуем Шавуот. Дух Святой сошёл. И знаете, это был очень интересный момент в том отношении, что это уже стало не так, как было в Ветхом Завете. Когда Дух Святой был только на человеке. Каждый спасённый человек имеет теперь удостоверение своего спасения внутри себя. Дух Божий живёт внутри нас. И Писание говорит поэтому, что каждый из нас является храмом Духа, живущего в нас. Ты храм. Ты храм. Я храм. Храм Божий. Храм Духа Святого. Духа, который живёт внутри меня. Того же Духа, который поднял Иешуа из мёртвых. Если он поднял Иешуа из мёртвых, то поверь мне, многое в твоей жизни возможно. И самое главное, это вечная жизнь. Самое главное, это вечное отношение с Ним. Бог оставил своё присутствие в тебе. И только по той причине, что той жертвы, которую принёс Мессия Иешуа на Голгофском кресте, её было достаточно. И он смог подняться из мёртвых. То, о чём мы говорим, это есть благая весть. Люди должны покаяться и признать грех и следовать за Иешуа. Люди должны покаяться, признать свой грех перед Богом и следовать за Иешуа. Если вы проповедуете что-нибудь другое, вы можете это делать, но не называйте это тогда благой вестью. Можно проповедовать о многих вещах. Можно проповедовать о тех прекрасных отношениях, которые мы имеем в общине, о тех чудесных лидерах, которые Бог поставил над нами и как они хорошо заботятся о нас. О том, что мы помогаем друг другу, о том, что сегодня я имею возможность с кем-то поговорить, и кто-то готов меня выслушать. То, чего сегодня так не хватает этому миру. Свободных ушей. Обо всём можно проповедовать. Но если вы хотите делиться евангельской вестью, если вы хотите благовествовать именно Евангелие, то помните, что эта весть, она содержит в себе очень важное понятие. Что Мессия Иешуа умер за наши грехи, был погребён по Писанию и воскрес из мёртвых на третий день по Писанию. Можем сказать на это Аминь? Аминь. Ещё хочу поговорить немного о... Как нам объяснить Евангелие на примерах. На примерах. Объяснение Евангелия на примерах. И хотел бы послушать вначале, может быть, ваше предложение. Понимаете, о чём я вообще говорю, да? Да. Объяснить Евангельскую весть на каких-нибудь таких, знаете, жизненных или придуманных каких-нибудь примерах. Кто хочет попробовать? Что такое грех, да? Что-нибудь. Всё, что связано. Грех, спасение, спаситель. Как объяснить человеку насчёт греха, или как получить спасение от греха, да, как получить прощение и так далее. То есть, что-нибудь на каком-то примере. Можно взять маленькую... Надо взять микрофон вначале. Это для деток. Давайте. Маленькая рукавичка. И сказать, вот такая она красивая, прекрасная. Сейчас я попрошу её закрыть форточку. Рукавичка, пожалуйста, закрой. Никакой реакции. К ней его, пожалуйста, перенеси. Никакой. Дети. Почему она не выполняет нашу просьбу? Ну, варианты. Потому что в ней нет жизни. Если мы свою руку с жизнью ставим в эту перчаточку, она будет жить и будет делать то, что мы просим. Вот так и дети, у которых нет жизни, Иисуса Христа, не могут ничего для Него сделать. Даже если захотят. Поэтому вы хотите принять Иисуса в своё сердце? Если да, значит, Его надо очень попросить об этом, чтобы Он пришёл в наше сердце. Ну, и в таком духе. Но это не агрессивное. Хорошее объяснение, конечно, но оно не говорит нам о Евангелии. Оно говорит о каком-то действии, которое можно сделать только с помощью Божьей. Но кто хочет попробовать, может быть, объяснение какое-нибудь, именно связанное с Евангелием? Ну, подумайте. Пожалуйста. У меня есть интересное такое наглядное пособие. Оно так более понятно будет тем, кто знаком с компьютерами и с компьютерными системами. Так в общем, хотя бы на пользовательском уровне. Интернет – это мир, а компьютеры изначально созданы, исполняют волю человека, служить благим целям, намерениям. Заходя в интернет, может подцепить вирус. Причём вирус рано или поздно разрушает компьютер. То есть есть вирусы, которые могут даже вывести его просто из строя полностью, без восстановления. Значит, если своевременно вирус обнаружен, значит, то можно запустить, скажем, какую-нибудь программу для очищения от вируса. Да, антивирус какой-нибудь. Компьютер очищается, восстанавливается и продолжает исполнять свою изначально задуманную создателем функцию. Хорошо. В принципе, почти, да. Можно таким образом объяснить. Кто ещё хочет попробовать? Ну, давайте. Я верю, что у Вас есть предложение. Человек, в котором не живёт Дух Божий, это примерно как квартира, в которой одна комната, она запечатана. И она много лет, она запечатана стоит, и там скапливается грязь, там, например, заводятся жучки, паучки. Но когда человек открывает своё сердце пред Господом, ещё приходит в эту комнату, и только он способен её открыть, и чтобы там жил Дух Божий. Поэтому, и это полноценный будет дом, наполненный жизнью. Хорошо. Хорошо. Я предложу один пример, и я думаю, может быть, после этого Вам станет легче. Я прохожу возле какой-нибудь квартиры или дома, дом, частный дом, да, допустим, и вижу, что пожар. В окне находится человек, и я ему говорю, уважаемый, Вам нужно покинуть Ваш дом. Он горит. Он мне говорит, это неправда, мой дом не горит. Я снова ему говорю, ну, послушайте, у Вас вся крыша горит. Скоро Вы сгорите просто в своём доме, если Вы оттуда не выйдете. Я Вам не верю, мой дом не горит. Мне что-то даже не пахнет дымом. И я снова ему говорю, ну, если Вы сейчас не выйдете с этого дома, Вы просто сгорите в нём и погибнете. Но человек утверждает, нет, у меня нет никакого пожара, я ничего не наблюдаю и ничего не чувствую. И продолжает оставаться там. В конце концов, чем эта история закончится? Если человек не прислушается к моим словам и не поверит в то, что у него горит дом, и не выйдет на улицу, он просто в нём сгорит. Точно так же и в отношении Евангелия. Если Вы не верите в то, что, если Вы не примирите себя с той жертвой, которую Мессия Иисус принёс на кресте, и не попросите прощения у Бога, Вы так же, как этот человек, сгорите, только он сгорит, его тело, а Вы будете страдать ещё вечно, потому что Ваша душа, она будет не спасена. Один из примеров. Пожалуйста. В принципе, реальный пример, если помните, несколько лет назад цунами обрушилось на острова, погибло очень много людей. Значит, и до того, как цунами обрушилось, было штормовое предупреждение, и была категория людей, которые поверили, тут же снялись со своим имуществом и уехали оттуда подальше. Значит, была вторая категория людей, которая увидела этих спасающихся, значит, и колеблясь в принятии решений, значит, кто-то раньше, кто-то позже, значит, и их волна частично застигла. Можно сказать, что они без имущества, но спаслись. Первая категория спаслась ещё и с имуществом. А была третья категория людей, которая не поверила вообще ни первой волне, ни второй волне спасающихся, значит, и в результате погибли вместе со своим имуществом. Великолепно. Очень хороший пример. Ну, и ещё один такой небольшой пример. Это, знаете, заболел человек, Вы приносите ему лекарство. И говорите, это лекарство очень горькое. Но если Вы его не выпьете, да, Вы умрёте. И человек говорит, нет, горькое лекарство я пить не могу. И в итоге Вы его снова уговорите, говорите, Вам нужно принять это лекарство. Если Вы его не примете, Вы просто умрёте. И результат какой? Либо он примет это лекарство и останется жить, либо он его не примет и умрёт. На этом, скажем, аминь. Перерыв.